Всем привет, друзья! В этом уроке мы с вами изучим раздел сложных примитивов Extended. Находятся они в панели Create под стандартными примитивами. И разберемся, в чем их отличие от стандартных объектов, а также дополнительно попробуем изменить их в настройке и посмотрим, как это подействует на тот или иной объект. Продолжение следует... Давайте выставим режим Shaded Artographic, Edge Face, F4 и Alt W, откроем полный экран, чтобы нам было удобнее работать. Возьмем цилиндр, тоже поднимем его, и пока так оставим. Теперь зайдем в Extended примитивы, и давайте здесь создадим Chamfer Box. И Chamfer Cylinder. То есть аналогичные объекты, которые похожи на наши стандартные объекты. И еще я бы выделил здесь Gengon. Так, сейчас вы посмотрите, в чем отличие, в чем одинаковость, схожесть и так далее. Давайте первым рассмотрим наш бокс обычный. Переведем его в Editable Poly. Выделим все грани. Нажимаем кнопочку 2 на клавиатуре и выделяем все грани. Задаем ему Chamfer. Давайте сделаем ему... Чем больше мы добавляем сегментов Chamfer, тем он становится более сглаживание. Давайте добавим ему, ну пускай будет 5, 5 сегментов. И для того, чтобы Chamfer шел правильно, вот это вот неправильно, когда сюда идут линии сглаживания, сходятся в одну точку. Выбираем Quad Chamfer. Вот Quad Chamfer он более правильный. И, кстати, здесь можно поменьше выбрать сегментов. И Tennyson сделаем, давайте, где-то 0,56. Видите, как сглаживается угол? Ну вот, оставим где-то вот в такой позиции. Ну вот. Убираем F4. Вот у нас получился правильно сглаженный по всем правилам угол. Вернее, грани бокса. Теперь давайте возьмем Chamfer Box. Здесь эта функция уже предусмотрена. И работает она под названием Fillet. То есть берем, регулируем Fillet. Тоже мы делаем вроде бы фаску, да? Смотрите, если отключить F4, то мы видим, что у нас фаски практически похожи. Ну, можно даже больше сделать, чтобы схожесть была, да? Но в чем же их отличие? Отличие в том, здесь также можем сглаживание отключать, включать сразу. Вот. В чем отличие, да? В том, что сетка совершенно неправильная на Chamfer Box. То есть, смотрите, вот такого не должно быть. Это называется неправильная сетка. Потому что, если вы захотите применить сглаживание к модели, накинув TurboSmooth, включаем 2-3 итерации, да? Неважно. То, видите, эта сетка попортилась. То есть, дальнейшее редактирование этой сетки и работа с ней, ну, это вряд ли вам понравится. Вы не сможете с такой сеткой работать. А вот если, допустим, применить TurboSmooth к этому боксу, то тут сетка изначально была сделана правильно. И то есть, вся топология модели, она совершенно верная. Смотрите. Хотя с виду, да, визуально может показаться, хотя здесь вот видно артефакты небольшие, но визуально может показаться, что вроде бы все правильно. Но на самом деле это не так. Смотрите, не заблуждайтесь по этому поводу. Поэтому я считаю, ChamferBox, он как бы не должен быть в наборе ваших инструментов. Все, с этим разобрались. Теперь давайте посмотрим на цилиндр. На ChamferCylinder и на Gengon. Смотрите, в цилиндре предусмотрено создание кап-сегментов наверху. Можем добавить сегменты по всему, по всей высоте цилиндра. Можем убрать, да, для легкости редактирования. То есть, так же само превращаем цилиндр в editable poly. Выделяем нашу грань, да, допустим. Ну и ставим. Если мы ставим один, то можно, в принципе, использовать этот Chamfer. Цилиндр, стандартный человек, не куата, стандартный. То есть, один он как бы не влияет. Теперь давайте возьмем наш ChamferCylinder. И здесь добавим филит. Вот видите, он сразу с двух сторон применяется. Вот, и сразу можно добавить кап-сегментов, как на этом цилиндре. Также можно добавить граней сегментов сюда, в сам филит. То есть, ChamferCylinder, в принципе, можно использовать. И чем он хорош, что он сразу с двух сторон делает фаски, да. Потом мы можем одну сторону, допустим, отрезать или разделить на пополам и одну часть отрезать. Или использовать сразу две части. То есть, он как бы симметрично работает. Вот. Теперь Gengon. Gengon позволяет, в принципе, как и ChamferCylinder, как и обычный цилиндр, задавать количество ребер. То есть, мы можем наш цилиндр превратить, в принципе, в Gengon. Видите? Только Gengon, он немножечко... Давайте вот так вот сделаем пять сторон. Ну, в принципе, да. В принципе, они совпадают. То, что вы делаете с базового цилиндра, или заходите в ChamferCylinder, или делаете Gengon. У Gengon есть еще одна функция. У него можно сразу делать на все ребра фаску. Ну, фаска здесь тоже может быть добавлено побольше граней. Расстояние может быть выбрано. Включено сглаживание. Или наоборот, оставить грани более острыми. То есть, есть какая-то польза, но она совершенно небольшая. Ну, это мы с вами будем рассматривать дальше. В полигональном моделировании. Но здесь у нас, в принципе, топология неправильная. Поэтому, если вы и будете где-то использовать эти объекты, то, я думаю, это не в правильном моделировании. А где-нибудь просто для постройки каких-либо вот таких вот объектов, которые не требуют редактирования последующего. Теперь давайте рассмотрим еще такой интересный объект. Называется он HOS. HOS, он позволяет создавать гофрированные соединения, которые, в принципе, долго моделировать, да. А тут мы можем, во-первых, регулировать. Можем указать размер гофры. Откуда она будет начинаться и заканчиваться. То есть, конечную и начальную часть гофры можем указать. Можем указать, сколько будет самих этих колец гофрированных. Да. Диаметр. Ну, то есть, очень удобная такая штука. Можно сглаживать не только всю гофру, но и также отдельные сегменты и грани. Также можем задать здесь круглая будет гофра, квадратная будет гофра. Или в какой-то L-секции, да. Такое вот, ну, какая-то непонятная такая. Я думаю, вы этим не будете пользоваться. Остается только квадратная и круглая гофра. Кстати, еще одна замечательная особенность. Вы можете указать начало построения гофры, да. Допустим, смотрите. Пускай гофра наша начинается здесь. Ну, вот гармошку, как делаем, да, детскую или еще что-нибудь. Допустим, это одно. Вот здесь вот будет заканчиваться у нас гофра эта, да. И вот вы берете гофру, пик ту объект, это топ. Это где будет у нас верхушка гофры заканчиваться. А это где у нас будет низ гофры заканчиваться. И вот, пожалуйста, мы указали от какого объекта и до какого будет построен эта гофра. Потом вы также само идете в настройки гофры. Можете указывать, откуда она начинается, размеры. То есть, видите, можно так указать, так. Количество циклов. Гофров, диаметр гофры, ну и прочие параметры. Вот, можем сегментов добавить, чтобы она была покрасивше, да. Диаметр. Если этот слишком большой не устраивает, можно уменьшить. Ну и прочие настройки. Здесь вы уже сами догадаетесь. А также еще я хотел бы рассмотреть инструмент Hedra. Он нужен для создания звезд, каких-то кубиков, каких-то абстрактных объектов. Ну, которые, впрочем, в дальнейшем редактировании будут нуждаться. Или в самом минимальном. То есть, видите, здесь вы можете выбирать стар 1, стар 2. Додекаэдр. Куб. Кстати, куб позволяет вот этими настройками, если мы подрегулируем, да, или додекаэдр. А сделать что-то более-менее похожее на мячик. Видите? То есть, добавляем пятиугольники, получаем такой мячик. Хотя он не совсем правильной формы. Ну, тем не менее. Что-то где-то около того. Также можем изменять каждую грань. Ну, то есть, создавать, я же говорю, какие-то абстрактные объекты. Ну, и, в принципе, все. В этом уроке вы узнали о сложных примитивах. Разобрались в их свойствах. В основном, отличие от базовых примитивов. Оставляйте свои комментарии под этим видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok